Я очень люблю мяту, я очень люблю бурбон. И если сложить дважды два, то получаем мятный джулеп. Именно этот летний коктейль я хочу вам сегодня приготовить. Я приветствую вас на канале Mixedream, коктейли, напитки, домашний бар и все те вещи, которые вы абсолютно спокойно сможете сделать у себя в домашнем баре. Чтобы приготовить коктейль мятный джуль, вам будет необходим бурбон, свежая мята, немножко сахарной пудры, ну где-то две ложки, либо вы можете использовать сахарный сироп, если хотите упростить себе жизнь. И этот летний коктейль очень известен в Америке, и у него есть определенный день, как и называется, день мятного джулипа. Также этот напиток является официальным коктейлем американского кентукийского дерби. Давайте приготовим его. И для этого вам всего лишь набудут несколько веточек свежей мяты. В моем случае это примерно 10-12 листиков мяты, которые я добавлю в бокал для джулипа. Если у вас нет такого бокала, вы абсолютно спокойно сможете использовать чашку, кружку, либо просто бокал стеклянный Рокс Олд Фэшн, чтобы сделать этот замечательный коктейль. Также сюда идет две ложки сахарной пудры. Либо вы можете использовать 10-12 мл простого сахарного сиропа. Теперь мяту, сахарную пудру надо немножко размять, чтобы мята отдала ароматы ментола и сделала наш коктейль просто потрясающим, освежающим, легким и запоминающимся. И здесь понадобится, ну, где-то 2 трети бокала добавить крашеного льда. В бокале уже находится мята, сахарная пудра, а также лед. Осталось добавить только самый основной ингредиент, алкогольную часть, 60 мл бурбона и крышка, которая осталась в бутылке. Итак, 60 мл. Замечательный бурбон буллет отлично подойдет для этого коктейля. Перемешаем, охладим. Смешаем, сделаем однородной массой лед, сахарную пудру, а также бурбон. Еще немножко льда, чтобы бокал был полон, он был холодный, и коктейль стал тем самым освежающим летним напитком. И наш коктейль, конечно, нужно украсть. Для этих целей используются пару веточек мяты, 1, 2, 3. Главное, чтобы аромат вашего коктейля был максимально насыщенным, максимально ментоловым, мятным и освежающим. Также мяту можно слегка припорошить сахарной пудрой. Пить же этот напиток лучше через трубочку, тогда мелко колотый лед, который находится на дне, не помешает употреблению напитка. Вы можете его слегка ароматизировать, к примеру, пару капель биттера ангастуры сверху только усилят вкус этого коктейля. И, наконец-то, мятный джюлев готов. Да, он вкусный, он сладкий, он мятный и, конечно же, крепкий. Если вам неудобно пить этот напиток, лучше его слегка обводнить, чтобы бурбон разбавился и не делал коктейль таким насыщенным. А с вами был Дмитрий, канал Миксдрин. Ставьте лайк, подписывайтесь, указывайте в комментариях, что хотели бы увидеть и услышать. А самое главное, будьте здоровы! Всем пока! Ваше здоровье! Субтитры подогнал «Симон»!